Кто я? Для чего я живу? В чем смысл моей жизни? Глубокие вопросы. Попробуем разобраться с помощью великих. Мы специально подбирали такие цитаты, таких мыслителей. Да, послушаем, что они нам скажут. Самое страшное себе врать. Батушка природы долго терпеть не будет. Целомудрые женщины делают ее мужчину непобедимым. Почему вы так думаете? Любовь — это великая сила, великий дар. Царствует сердце, исполняет мозг. Да будет так. Природы чувствительны к любым действиям и жизненной энергии, излучаемые человеком, неизбежно оплодотворяя их в своем чреве. Дарио Салес Сомер. Вау, во-первых, это так красиво сформулировано, особенно вот эта часть пронизбежно оплодотворяя их в своем чреве. Во-первых, в главных я абсолютно согласна, потому что человек как венец творения, правда, часто, который себя ведет не как венец, а как засранец творения, он часто вредит всему творению, природе матушки. И то, как мы мыслим, вещаем, говорим и действуем, это абсолютно точно влияет на все окружающее, ну, на природу в частности и в главном. И, знаете, вот это очень похоже на фильм «Эффект бабочки», где даже малый взмах крыла бабочки на одном конце света может вызвать бурю и ураган на другом конце света. Если бабочка может такое осуществить и так повлиять на природу, то как же мы можем повлиять? И вот когда я только начинала свои первые шаги, поиски, чаяния в сторону духовной трансформации лет 13, еще назад 14, и первая такая эзотерическая книга была Данила Андреева под названием «Роза мира». Ох, она, она, в общем-то, непроста. Я сейчас думаю, неужели я ее прочла и даже поняла? Понятно, что некоторые слова для меня как белый шум так вот пролетели мимо. В целом мысль и идея этой книги очень сильно меня потрясла. Я еще была в составе группы, группы «Фабрика», и я стала очень как-то вот очень глубоко на эту тему думать, насколько же я могу как человек публичный оказать влияние на мировое сознание или на общее какое-то сознание поличеловеческое. И вот эти вот эгрегоры, вот эти все страшные или непонятные разные слова. И я так была впечатлена. Тут я стала думать, я должна петь песни, которые только созидательного характера, только вот какого-то очень глубокомысленного. А там еще были такие мысли в книге, что всякий художник, поэт, певец, всякий творческий человек, творческий от слова «творец», ведь каждый человек, он же тоже творец. Вот он создает какое-то произведение, какого-то героя вымышленного, а он в тонком мире, этот герой, оказывается, существует. Либо человек считывает уже этого персонажа или этого героя, эту сущность, и его описывает в своем произведении, будь то литературном, будь то художественном. Либо же он его выдумывает силой своего творчества, фантазии своей. И затем этот герой или этот образ продолжает свое существование в тонком горнем мире. И вот это меня серьезно потрясло. Из этой мысли, из этой истины, которую не оспоришь, выходит, что каждый человек, который творит, выдумывает того или иного героя, персонажа, несет ответственность. Будь то чудовищный, какой-то супернегативный, страшный, будь то прекрасный, святой, божественно красивый и так далее. Иногда возникает вопрос. Вот я сама до недавнего времени мучилась, как можно, глядя на вот эти ужастики голливудские или NFT-художники. Я была на последнем венецианском бейеннале, поскольку мой муж там выставлялся со своими прекраснейшими фотографиями, и тут же в соседней комнате такая жуть, что, мой господи, это что за больнейшая фантазия у человека. Но тут важно понимать, что все имеет место. Все это существует в мироздании, значит, для чего-то это нужно. И прикол в том, что нам нужно просто выходить из оценочно-дуального восприятия. Это плохо, вычеркиваем, это я исключаю. Во-первых, я даже некомпетентно что-то исключить. Кто я такая, чтобы что-то исключить? Я не имею на это ни сил, ни прав. Я могу создавать что-то в противовес. Я могу только лишь создавать то, чем я горю, чем я наполнена, то, во что я верю, то, что наполняет смыслом мое существование. Для кого-то смыслом существования являются вот эти вот отвратные, это опять же я в кавычки ставлю, потому что это на мой взгляд. Кому-то это прикольно. Поэтому если цветут цветы, такие-сякие и всякие, значит, кому-то это надо. Абсолютно однозначно, что человечество сегодняшнего дня больно сознанием гораздо больше, чем раньше. Если раньше были телесного порядка, заболевания, ну, от недостатка санитарии, там, еще что-то, такие понятные вещи, которые с помощью антибиотиков много, кстати, решилось. Сейчас много ментальных заболеваний, и это гораздо страшнее, потому что антибиотик или какие-то обеззараживающие средства применить легче на тело, чем обеззараживающие средства применять на качество своих мыслей, на свой ум. Чрезмерное количество информации, которое перегружает человеческий ум, и мы оторвались от той же природы. Мы на нее воздействуем, при этом мы от нее оторвались. Раньше было гармоничное сосуществование человека и природы. Мы вставали с первыми лучами солнца. Мы ложились спать после захода солнца вскоре, да? И мы жили в ритме с природой. Сейчас мы против ритма. Мы как будто бьемся с ним, особенно если взять большие города, ложимся, когда попало, едим в полность. Полное безобразие происходит. Это против всяких законов. И мы думаем, что это будет продолжаться долго. Нет. Матушка природы долго терпеть, скорее всего, не будет. Но она максимально терпелива, судя по всему. И нам кажется, что мы что-то для нее можем сделать. И те уроны, которые мы ей причиняем, они действительно грустные, страшные. Но поверьте, как только мы сами создадим условия, чтобы она нас стряхнула с себя, ну потому что уже не выдержит. Какое-нибудь наводнение, какое-то такое землетрясение, что ну все. И она за несколько десятков лет восстановится. Останутся грибы и плесень, какие-то насекомые, инфузори и туфельки прекрасные. А нас не станет. И слава богу. Я могу добавить еще одну мысль, как мы могли бы повлиять в обратную сторону. Как человек, который практикует почти 12 лет очень серьезные, глубокие практики, медитации, молитвенные практики, да, это энергетические практики. Я знаю, что только чистым, высоким, молитвенным состоянием можно повлиять. Есть даже такая практика, она называется ом-чантинг, что с английского переводится как повторение ом. Ом — это мантра, первородная, изначальная мантра, изначальный звук, изначальная вибрация, из которой состоит все сущее, все в мироздании. И вот когда люди садятся и поют 45 минут ом, происходит очень серьезная трансформация энергии. И эта практика, что самое красивое, изначально и тысячи лет назад была задумана как практика поддержания не только планеты Земля, но и всего мироздания, да, всей галактики, вообще всего мира сотворения. Сейчас мы, люди, можем и практикуем вот эту самую практику ом-чантинг, чтобы менять, гармонизировать процессы на планете Земля. То есть мы посвящаем практику планете Земля. Это так красиво, и она, во-первых, всем подходит, неважно, имеешь ты опыт медитации или не имеешь, от самых маленьких детей до самых старичков, и мы успешно проводим эту практику. Есть ли у нас шанс не слететь с этой Земли, а остаться на ней жить? Опять же, согласно пураническим писаниям, это единственное, на что я опираюсь, потому что все, что сейчас современная наука доказывает, да, неимоверными стараниями, было написано тысячелетия назад в этих самых писаниях. Поэтому я верю им и только им. И вот там сказано, что мы сейчас живем в век, который называется Калий-Юга, это железный век, век раздора, разлада, разрушения, разврата, и мы только в начале, это только первые пять тысяч лет мы прожили, а там еще четыреста с чем-то тысячи остается. Мы только-только ступили в этот век. Говорится, что дальше хуже, и мы завершим этот век полным разрушением и, видимо, полным исчезновением такого вида, как человечество с этой прекрасной планеты. Я точно не знаю, но, судя по всему, как циклично все это повторяется, сначала происходит золотой век, там все прекрасно, все роскошно. Этот век длится миллионы лет, не помню точной цифры. Дело в том, что каждый последующий век длится в два раза меньше предыдущего. Так вот, золотой век, он самый длительный, он самый прекрасный. Существа человеческие, они как божественные, они общаются телепатически, даже мысли прозрачные, чистые, и нет преступлений, каких-то греховных мыслей и так далее. Практически нет, хотя там тоже они бывают. Дальше идет серебряный век, он в два раза покороче и в два раза, скажем, менее совершенный. Тут уже появляются какие-то грехи, преступления, наказания и так далее. И, соответственно, длительность жизни в два раза меньше. Дальше идет бронзовый век, он тоже в два раза короче предыдущего, и затем железный век, он самый короткий и самый стрёмный, но уж как есть. Мы в нём живём. Он, кстати, самый интересный для тех духовных возможностей, которые он предоставляет. Если говорится, что если в золотом веке, чтобы соприкоснуться с божественным сознанием, к своему истоку вернуться, нужно было делать какие-то неимоверные усилия, длинные-длинные, какие-то сумасшедшие ритуалы, ещё раз ритуалы, то здесь, да, писания говорят, в железный век, век калий-юги, достаточно повторять имена Бога. Нас не должно волновать, останемся ли мы как человеческий вид на этой земле. Нас должно только волновать, что станет с моей душой. Мы многократно возвращались, и если будем тупить, ещё раз будем многократно возвращаться на эту землю. Кстати, если повезёт, потому что рождение на этой земле является уникальным даром, уникальной возможностью, потому что только здесь даются эти духовные возможности для роста сравнительно со всеми другими локами или измерениями, которых существует множество в этом мироздании. Нас должно волновать, как я живу эту жизнь. Давайте разберёмся с сегодняшним днём. Кто-то там парится об осознанных сновидениях. Как говорит мой мастер, камон, успокойтесь и разберитесь с осознанным бодрствованием. Потом уже доберётесь до сновидения. Кто-то тоже там говорит, а что вот в других вот измерениях с другими цивилизациями, говорит, со своей цивилизацией разберитесь со своим измерением, со своим сегодняшним днём. Спрашивайте у себя каждый день, а не дерьмоль, я как человек. И что я могу сделать, чтобы чуть получше стать, чуть добрее стать, чуть более любящим, прощающим стать. Вот это самое главное. Простота должна вернуться в нашу жизнь, в наше мышление, в наш обиход. Простота. Подытоживая цитата Дарио Саласа Сомера, мне очень нравится, я бы ничего не стала в ней менять, потому что она и сформулирована очень красиво, и мысль за ней абсолютно истинная. Человек является продуктом своих мыслей. То, о чём он думает, тем он и становится. Махат Маганди. Ох, гениально, гениально. Вы специально подбирали таких цитатов, таких мыслителей. Махат Маганди – это тот, кто смог перевернуть сознание, по крайней мере, целой нации. И в то тяжёлое время, которое жила тогда Индия, индусы, ни насилием, ни причинением вреда, ни агрессией, они смогли достичь своей цели. То есть вернуть себе свободу, свои права, свою землю. И это уникально, это переворот. Я думаю, то, что сделал Махат Маганди, будет понятно ещё через, наверное, не знаю, столетие, тысячелетие, когда мы вообще придём к этому сознанию. Есть такие факты, что Махат Маганди практиковал крия-йогу. Я сама 11 лет практикую крия-йогу, атма, крия-йогу. И преподаю 7 лет из них. То есть для меня Махат Маганди – это такой духовный собраться товарищ. Мы ещё в один день с ним родились, 2 октября. И вообще столько связок, когда я о нём говорю или слышу, я всё время покрываюсь мурашками, слезами. И это для меня уникальная личность. Если вернуться к самой цитате, что человек является продуктом своих мыслей, я, во-первых, не посмею ничего в этой цитате менять, потому что она совершенно… Ибо она была изречена самим Махат Маганди, кто это такая, чтобы что-то там менять. И если вот просто разложить эту мысль, да, и задуматься о том, откуда же рождается мысль, да, что это за продукт, что первично, мысль или чувство, или эмоция. Я опять же опираюсь на древнее писание, та же Бхагавадгита. Это книга, книг, писание, писание. Бхагавадгита, да, или Шриман Бхагавадгита говорит, что первичным являются чувства, да, чтобы контролировать свои мысли, нужно сперва научиться контролировать свои чувства. А для этого нужно контролировать свои органы чувств. Это глаза, то, на что мы смотрим, чтобы не листать бездумно ленту и не смотреть какие угодно фильмы. Очень серьезно на нас медленит то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы обоняем, что мы осязаем, что мы чувствуем, да, вкушаем. Все это определяет то, что мы чувствуем, а дальше то, что мы мыслим. И контроль мыслей, контроль ума начинается с контроля чувств, органов чувств. И в Бхагавадгите такая потрясающая картина, которая максимально круто отображает эту истину. Изображается Арджуна, вот тот самый великий воин и ученик и друг Кришны, который рассказывает ему всю эту мудрость. Картина такая. Он держит на колеснице возжи, а в упряжке пять лошадей. Это пять органов чувств. А возжи это как раз ум, который управляет ими. А за вожжами кто? Всадник. Всадник символизирует душу, атму. То есть атма является всадником, ум является вожжами, которые управляют пяти органами чувств. Представьте, если пять органов чувств, раз, два, три, четыре, пять. Нас не слушаются, пять коней, и каждый бежит куда хочет. Ум в состоянии фрустрации, он полностью интербулирован, он не способен вообще как-либо функционировать, потому что он пытается этих обезумевших коней удержать. А атма-наблюдатель, это всадник, ему остается разводить руками и его миссия то, куда он хотел бы доехать, то, что он хотел бы совершить, коту под хвост. Если все же я посмею сама цитировать эту же истину, эту же мысль, потому что мысль, она одна, я бы сказала так. Человек является продуктом своих мыслей, где наше внимание, там наша сила, потому что внимание – это энергия. Бог существует. Это так ясно, что я сомневаюсь, имеет ли рассудок тот, кто это отрицает. Цицерон. Ой, Цицерон, аплодируй стоя. Как же прекрасно он сказал. На миллиарды процентов я согласна с Цицероном. Я тоже сомневаюсь, имеет ли рассудок тот, кто отрицает существование Бога. Всякий учёный или человек науки или просто логик, который отрицает всякое существование или всякую вообще идею о существовании Бога, мне только могу сказать, что мне их жаль. Мне их искренне жаль, они лишают себя элемента чуда в своей жизни. Более того, есть же сейчас какие-то из последних научных исследований, где якобы нашли во Вселенной точку Бога. Какая-то такая точка, которую они никак не могут ничем объяснить, и ей дали условное название точка Бога. И я слышала это в одной из сатсангов, то бишь лекции моего мастера, где он хохотал над тем, говорит, и как-то он так с любовью, как над несмешленными детишками, что надо же, они наконец доцарапались до этой точки, тогда как каждая точка, каждый атом является проявлением Бога. Если бы не было Бога, или бы всё было создано из какого-то там большого взрыва, и мы бы произошли от обезьян, и всё это существует не по великому замыслу, где каждое событие, каждая мысль, каждое дуновение ветерка подчинены великой, мудрой, высшей, любовной воле Бога, я бы отказалась вообще жить такой жизнью. То есть жизнь моя не имеет вообще никакого смысла, если это просто какой-то хаос, за которым нет воли вот этой самой мудрой, высшей, любящей воли Бога. Зачем? Я чувствую, что у меня были другие способы постижения Бога, я как будто помню о них, я не знаю, как это объяснить, я просто знаю, что у меня были разные способы постижения, но в этот раз, в этой жизни, в этом воплощении, как бы странно это ни звучало, способ бхакти-йоги для меня стал выбором моей души, выбором моего пути, моей жизни, и я стала постигать Бога, и постигаю, и буду, наверное, до конца своих дней, через пение, воспевание. Я недаром ушла из поп-музыки и пришла к мантра-пению. Оно красиво упаковано для удобоварения массами людей в электронную музыку, это всё очень круто звучит, под это можно танцевать, кайфовать и так далее. Кто приходит, чтобы получить увеселительный опыт и просто развлечься, они это получат, но незаметно для них самих они получат гораздо больше, потому что вибрация мантры, вибрация божественного имени уже даёт тебе опыт присутствия божественной энергии. И это факт. Без существования Бога наше с вами существование невозможно. Бог существует и Бог есть Любовь. Из этой Любви соткано всё, что существует. Благородный человек предъявляет требования к себе. Низкий человек предъявляет требования к другим. Конфуций. Ну как же, конечно, я согласна с великим Конфуцием и мысль бриллиант, как говорится. Можно её перефразировать или добавить к ней, что только дурачок думает, что во всём виноваты остальные, а я вот такой молодец, я ни в чём не виноват. Я, кстати, была такой дурочкой и всё ещё бываю, но, кстати, гораздо меньше и там суперкороткое время, потом я сажусь такая, вдох-выдох и давай смотреть, что я сделала или чего я не сделала, чтобы эта ситуация возникла. И теперь только вот с собой разбираешься и как только с собой разбираешься, уверяю, всё становится на свои места. это относится и в отношениях с мужем, с родителями. Я просто перестала кого-то пытаться менять, осуждать, на кого-то обижаться. Я работаю с собой. То есть это абсолютная константа. Работай с собой, меняя себя, меняешь мир. Всё. Есть обратная сторона или искажение этой мысли, что пытаясь только в себе искать причину и проблему, скажем, находишь и реально начинаешь находить проблему в себе, такой человек чрезмерно закапывается и всё время вот, а я виноват, это, наверное, потому что вот я что-то не то сделал. У меня есть подруга, чудесная девочка, она очень молодая и я надеюсь, что по мере взросления к ней придёт та мудрость, в которой она перестанет жертвить и всё время обвинять себя одну. Вот она была у стоматолога, например, это очень живая история. Почему-то поставили мышьяк, кстати, как в 21 веке, во-первых, в достаточно дорогой частной клинике ей поставили мышьяк для чего-то там убиения нерва. Окей, поставили и ладно, но он протёк и обжёг ей всю вообще в ротовую полость и у неё просто адские боли, она две недели не могла ничего делать, она выпала из всякой жизни, из всякого графика, на вопрос, милая, а почему ты не разгромишь эту клинику, надо подать на них в суд, как можно? Ну, я думаю, что мне надо просто разобраться, почему я притянула эту ситуацию. То есть, это уже, знаете, иногда банан, это банан. Если тебя обожгли полость ротовую и поставили грёбаный мышьяк, надо эту клинику разгромить, судиться, прощипывать, уволить этих врачей, посадить вообще таких врачей надо. я не про вот это шанти-шанти, лично я бы так поступила, а она нет, она ещё извинялась, что вы извините, что я причинила вам неудобства. То есть, не надо как бы в крайности впадать, тот, кто вечно обвиняет других, ищет проблемы только в них, тот, кто вечно в себе копается и вот такой вот жертвится, ни то, ни другое не является, наверное, истинным. Золотая середина, как говорил великий Будда. Человек разумный не предъявляет требований к другим, он не уничижает ни других, ни себя, он делает выводы и идёт дальше. Кто берёт, наполняет ладони, кто отдаёт, наполняет сердце. Лао Цзы. Очень красиво и очень, очень согласна. По опыту знаю, мне уже, поскольку мне жены 40 лет и разное бывало и там мне, мне, дай, дай, и уже есть опыт, когда я даю и даю безвозмездно, бескорыстно и с чистым сердцем, да, без ожидания за это мне скажут спасибо или не скажут. Это редкое чудо, когда ты не ожидаешь ничего, о себе скажу, да, редкое чудо, когда я действительно не ожидаю никакого фидбэка, а просто дарю, даю, и это по-настоящему и очень мощно наполняет моё сердце. Моё сердце становится безграничных размеров, и особенно я такое чувствую на концертах, когда пою мантры, я такое чувствую на семинарах, практиках, когда я даю знания, мудрость, и когда забываю о себе. Самое ключевое здесь, когда забываю о себе. Покуда я помню о себе и думаю о том, как я выгляжу, как красиво я говорю, какой у меня ракурс удачный, ещё что-то, или что я за это получу, какая денежка упадёт мне на счёт и так далее, это всё не способствует тому, чтобы прям, знаете, как проводимость, вот есть такое понятие проводимость, да, и вот эта проводимость становится такой безразмерной, и что-то там льётся и наполняется гораздо больше, чем изливается. Финомен в отношениях личных, да, человеческих отношениях, когда один вот даёт, 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 обратно ему нет ни спасибо, ни чего-то взамен, неизбежно наступает момент разочарования, фрустрации, опустошения, и проводать всякое желание что-то давать. Знаю, проживала. Какое есть лекарство для этого, чтобы продолжать давать, не разочаровываться и чтобы тебе вообще-то было всё равно, тебе дают что-то взамен или нет, это делать не для человека и не для людей, но для Бога. Когда ты делаешь для Бога, ты не ждёшь от людей благодарности, ты и от Бога не ждёшь благодарности, просто ты от Него наполняешься любовью. Вот это наполнение любовью сердца является великой, величайшей наградой. И когда человек раз почувствует это, раз испытает это, он уже не разменяет свои вот эти хорошие, благие деяния на то, чтобы делать это для людей и что-то там замен ждать. Поэтому я и говорю, что вот мне посчастливилось с этим соприкоснуться. И когда я не думаю о том, что люди мне за это дадут, скажут ли они спасибо, они там будут восхищаться, выставлять миллионы там сторис и рилз со мной, с моей музыкой, ещё что-то, я делаю это для Бога, я получаю истинное удовлетворение тогда. И мне всё равно, они меня хулят или они меня хвалят, люди. Ну, конечно же, я не на сто процентов от этого свободна, я всё ещё жду от людей, завтра похвалили бы, там, гонорар, чтобы ещё повыше стал и так далее, то есть я ещё жду, конечно, но я познала то, и всё чаще, и дольше, и больше я соприкасаюсь с тем. Если я могу сказать по-своему, то кто берёт, наполняет лишь ладони, а кто даёт, наполняет сердце любовью Бога. Никогда не спи с тем, у кого проблем больше, чем у тебя. Садхгуру. Совершенно неожиданно, что это от Садхгуру. Мне вообще не вяжется, хотя, признаюсь честно, я немного слышала и слушала его лекции. Мне интересно в той связи, что у меня есть мой мастер, мой Садхгуру, и слово Садхгуру, кстати, ошибочно применяют только к тому самому бородатому дядечке по имени Джаги Васудев. Садхгуру не является частным именем, это общее название или общий сан, это духовный сан, это духовное определение истинного гуру. И получается, что один человек как будто себе присвоил его, да, и как-то у меня вот есть претензии и вопросы по этому поводу, почему вот взял один человек это себе присвоил. Потому что Садхгуру значит вечный высший истинный гуру. Мой вечный высший истинный гуру Парамахамса Бишвананда не Джаги Васудев. И поэтому я отказываюсь называть его Садхгуру. Поэтому Джаги Васудев сказал, никогда не спите с тем, у кого больше проблем, чем у вас. Хочется поинтересоваться, он это сам испытал на себе или с кем же он спал, чтобы это провозглашать. И я бы сказала, вообще не спите с кем попало. И в принципе неважно проблемы у него или венерические заболевания, вы всего подхватите. С кем спите, от того и как бы наберетесь. Забеременеете еще, говорят, всякие смешные. Это же факт. Поэтому здесь, во-первых, когда мы вступаем в сексуальную связь, мы тут же кармически очень серьезно соединяемся с этим человеком. Мы даже не понимаем до какой степени. Вот если бы я раньше это знала, я бы, конечно, была поизбирательнее в своих отношениях, но узнала, когда узнала. И вот понимая вот эту истину, даже чью-то обувь не стоит надевать, потому что, кстати, в обуви считается, что самая тяжелая низкая карма именно в ногах человека. И когда ты надеваешь чью-то обувь, то ты как бы соединяешься или соприкасаешься с чужой очень тяжелой негативной кармой. Поэтому я вот когда в гостях, они говорят, да, чьи-то тапочки не надеваю и свои тапки никому не даю. То есть, есть костевые тапки разовые или вот ходите босиком, пожалуйста. Я хожу босиком. Вот, это про карму. Также не стоит есть из чужой тарелки и как бы из одной тарелки с кем попало. У нас, смотрите, есть ряд факторов, через которых кармически соединяешься с человеком. То есть, происходит смешение кармы. Самое понятное и сильное смешение кармы, это, конечно же, кровные отношения, кровные родственные отношения. Это мама, ребенок, брат, сестра и так далее. То есть, это от нас не зависело, как будто бы. Это данность, это кармическая связь, которая по судьбе, по данности пришла. Дальше, это через слюну, через поцелуй, через еду. Когда мы едим из одной тарелки, так или иначе это перемешивается. И мы обмениваемся. Ой, можно я глотну твоего чая, попробую? Нет, нельзя! Кармическое смешение происходит. Это большая глупость. Это нельзя делать. Нельзя есть из чужой тарелки, из своей кому-то давать. Хотите поделить? Поделите в разные тарелки. И третий тоже очень сильный способ, это вот как раз сексуальная связь. Я бы так сказала. Никогда не спи с тем, кого не любишь истинно и глубоко, и с кем не хочешь прожить всю свою оставшуюся жизнь. Женщина, которая не любит недостатков своего мужчины, не любит и его самого. Софи Лорен. Мудрая Софи, мудрая Таляночка. Я соглашусь во многом, это правда. Но это не значит, что поощрять недостатки своего мужчины, как, например, скупость или неряшливость, или еще какие-то такие качества, типа, все равно тебя люблю. Нет, ну это же глупо. Если это какие-то такие милые недостатки, типа, не знаю, какие мужчины бывали у Софи Лорен, ну вот сейчас я пофантазирую. Например, это был недостаток, что он слишком много тратит денег и официантам оставляет. Ну слишком большие чаевые. Обожаю. Так недостаток. Ну это мило, это же очень романтично. Или каждое воскресенье он заказывает частный джет, чтобы мы полетели посмотреть оперу. Какой милейший недостаток. Ну или типа там какой-то прихоть, типа, да. Если мы говорим о таких недостатках, милота, будем восхищаться ими. Но если мы говорим о недостатках, он не смывает за собой в туалете. Ну как бы, 20 лет я буду ходить за ним, смывать, сколько мы там проживем, молчать, восхищаться и смывать за ним в туалете, собирать его носки. Нет. Я своему мужу четко, итальянсу, кстати, четко обозначила границы. Крышку унитаза, пожалуйста, закрывай. Носки, пожалуйста, не оставляй. То есть я сначала по-хорошему, потом истерика, он мне даже прозвал кричина-беспричина. Ты кричи на беспричина. Я говорю, почему беспричина? Смотри, крышка унитаза не опущена. Носки лежат. И так далее. И сейчас, поверьте, через пять лет, я когда возвращаюсь домой, целый день муж, допустим, был дома и что-то там орудовал, он мне говорит, посмотри, как все чисто. То есть он уже с гордостью заявляет о том, что вот он старался и все чисто, и там никаких следов погрома за собой не оставил. Ну, потому что, во-первых, это уважение к общему пространству нашему, к моему отношению, к моим нервным клеточкам оставшимся и так далее. Это опрятность, в которой приятнее, как минимум. И он же сам это понимает. И просто итальянцы это такие существа, за которых всегда все делает мама. По крайней мере, 99% итальянцев вот так устроены. И когда я его спрашиваю, «Жив ты никогда не мыла посуду после еды? Когда вот ты был маленьким?» Нет. Нам мама никогда даже, ну, она даже не просила, у нас об этом, как бы, у него даже идеи нет, что это можно сделать. Не было, во всяком случае. И теперь в наших совместных реалиях я ему доношу, что, возможно, это не недостаток его как такового, а, может быть, недостаток информации или каких-то навыков. Вот теперь он прекрасно моет посуду или, по крайней мере, аккуратненько складывает ее в посудомоечную машину и так далее. То есть он уже, я вижу, как он за пять лет поменялся, и он видит, как я поменялся, я уже не знаю, кто больше и лучше поменялся, но это взаимное обогащение, взаимное шлифовывание вот этих самых недостатков в достоинство. Когда по-настоящему любишь мужчину, ты восхищаешься тем, как он старается свои недостатки нивелировать, меняться ради тебя. Если он не старается и не нивелирует, неизбежны конфликты. И кто-то терпила в этих отношениях, это было шара, терпила, а кто-то абьюзер. Вот современным языком говоря, я не собираюсь быть ни тем, ни другим, мой муж тоже. Мы очень четко обозначаем себе границы. Это просто главное делать с любовью, с юмором, ключевое с любовью. Мне трудно сказать, что у моего мужа прям были или есть какие-то прям недостатки. Понятно, что каждый человек несовершенен. Но, кстати, для меня недостатком был такой факт, что как европеец, он к деньгам, к тратам относится очень прагматично, а я абсолютно противоположная этому. Я люблю бездомно, неразумно что-то потратить. Знаете, вот как приспичило, вот импульс у меня, припадок какой-то. Вот у меня может быть шопинг-припадок. Ну, захотела я, а у него никогда. Как мне казалось, недостаток, что он был нетерпим к таким проявлениям. Теперь он даже посмеивается вместе со мной и иногда говорит, я даже не хочу знать, сколько стоит твоя новая сумка. Я говорю, и не надо. Вот мы не будем об этом знать. Жена счастлива, значит счастлив муж. Едем дальше. Он стал щедрее, он стал щедрее, он стал терпимее к таким вот моим тратам. Я скажу так, женщина, которая истинно любит своего мужчину, будет помогать ему шлифовать свои недостатки, чтобы он стал совершенством в ее глазах. Любовь – это борьба и, главное, опасность. Желание отдать себя целиком. Кто сделает это первым, тот и проиграл. Нужно сжать зубы и быть жестоким. Тогда победишь. Эрих Мария Ремарк. Ну, очень драматургично, драматично, драматургично. Обожаю литераторов за то, как они драматизируют, глядя на школьную программу всей литературы, которую мы перечитали, диву даешься, как мы вообще умом не тронулись. Вот мы такое читали, и мы как бы ну, хорошо, Купринь с гранатовым браслетом, милота и нежнота, как говорит мой муж, но Достоевского в каком-нибудь восьмом классе небезопасно читать, я считаю. И он очень уж мрачен. А ведь на самом деле люди за чистую монету и за истину принимают чьи-то вот такие мысли и изречения вот таких писателей, драматургов, талантливейших, несомненно, людей, владеющих словом и слогом, что у них внутри. Поэтому есть выражение прекрасное, Татьяна Черниговская, да, прекраснейший специалист в отношении мозга, да, неровных связей, да, микроби... я не помню всех ее регалии, говорит, никогда не читайте случайных книг, никогда не смотрите случайных фильмов, никогда не общайтесь со случайными людьми, случайных бла-бла разговоров, потому что мозг не решето, он все в себя как губка впитывает, он не умеет фильтровать. И вот в этом архиве нашем все это сохраняется и никуда не девается. Вот в чем беда. И радость тоже, да, когда это хороший ценный архив, но у нас столько мусора, и он вот оседает там где-то в подсознании и выдает свои результаты тогда, когда это совсем не к месту. И порой печальные результаты. Эта цитата мне совершенно неинтересна, не импонирует никаким образом, и это очень театрально романтизировано, драматизированная как бы мысль, также изложенная, да, что вот надо бороться, тот, кто сдался, не сдался. Когда понятие любовь вот так вот изощряют и извращают, тогда как это высшая и великая истина, это великий дар, это субстанция, из которой все состоит, и любовь здесь она очень ограниченная, узкая, игрище мужчины и женщины, тогда как любовь это великая сила, великий дар, есть прекрасное, совершенно тонкое произведение Джебран, Хамиль Джебран, называется «Пророк», и там разные темы, такие подтемы о любви, о браке, о вере, о детях, и вот в том отрывке, который о любви пророка спросили как будто «Расскажи нам о любви», и его ответ начинается со слов «Если любовь путеводит вас, следуйте за ней, даже если пути ее трудны и тернисты, но если она осенит вас своими крылами, не противьтесь, даже если вас ранит меч, скрытый в ее оперении». И это произведение столь красиво, и эти слова, описывающие суть любви, столь глубокие, точные, тонкие, что над этим хочется медитировать, об этом хочется размышлять, и этим хочется вдохновляться, и хочется любить, слыша эти слова, потому что любовь — это подвиг, подвиг духа. Проще не любить, проще вот эти вот игры, сдаться, не сдаться, ну, какая-то чушь, ей-богу. Проще превратить это в какую-то борьбу и в слабость. Вот слушая цитату ремарка, ты думаешь, что любовь — это какая-то слабость, это поражение. А на самом деле это великая сила. И в том же произведении пророк Джебран Халиль Джебрана в конце вот, да, вот этого отрывка о любви есть, такая не за что есть, но если ты любишь и не можешь отказаться от своих желаний, то пусть твоими желаниями будут таять и походить на бегущий весенний ручей. Там ещё какие-то красивые описания и ещё написано «Истекать на рассвете кровью охотно и радостно от любви к своей возлюбленной». истекать кровью охотно и радостно от любви. А в одном суфийском произведении, а в фильм был такой суфийский замечательный «Баба Азиз» и там есть такое выражение «подметать душой своей у ног своей возлюбленной». Подметать душой своей у ног возлюбленной. Это как вообще? Вот какая любовь, вот в какую сторону нас разворачивает любовь, как она возвышает нас. Господи! Сколько искажений в отношении величайшего понятия «любовь» «борьба», «стиснуть зубы», «быть жестоким», «не сдаваться» и так далее. То есть сплошные искажения в отношении священного явления как «любовь». я скажу так, любовь это дар и нужно охотно сдаваться, даже если тебе грозят тысячи стрел. Нет ничего прекраснее, чем истекать любовью на стрелах этой любви. Лучшее, что мы можем для себя сделать, это успеть с собой познакомиться. Татьяна Черниговская. Это Татьяна Черниговская? Я нежно люблю Татьяну Черниговскую и не так много прослушала ее лекции, но делаю это с большим наслаждением. Во-первых, она сама безумно обаятельна, и масштаб ее личности определяет, как здорово каждое ее слово точной стрелой попадает в самое дяблочко в твоем сердце, в твоем сознании, что она доходит не только до ума и сознания, она до сердца умеет достучаться. И этим она уникальна и бесценна, я считаю. Я абсолютно соглашусь с ее мыслью, что одну из лучших и главнейших задач, которые мы можем успеть сделать в этой жизни, чем раньше, тем лучше, кстати, это с собой познакомиться. Я помню, кстати, эту лекцию, в которой она рассказывала, и она неоднократно об этом упоминает. Она говорит, что если ты не знаешь себя, ты не можешь знать своего предназначения, чем ты хочешь заниматься, что тебя радует, что тебя огорчает, что тебя вдохновляет и так далее. И ты тогда как какой-то, не знаю, какое-что в проруби, говорят, плавает, какое-что в проруби. И даже не только по течению, вообще никуда. Вообще это относится, вот эта важная мысль и задача относится прежде всего к духовному пути и трансформации. Ты не можешь идти вот по этой стезе, типа я иду по пути духовной трансформации, и до любой трансформации. Что такое трансформация? Это я из точки А хочу в точку Б прийти. Я человек не очень, хочу стать человеком очень. Например, мы все хотим какое-то движение, каких-то перемен. Тем человек уникален и отличен от других живых существ, что он всегда движется в сторону совершенствования, трансформации и эволюции сознания. Понятно, что биологически разные происходят, и это не всегда от нас зависит, это какими-то другими факторами определяется, но эволюция сознания может и должна от нас зависеть. Бывает так, и это полагаю очень болезненно, когда человек уже где-то в середине своей жизни, за 30, за 40, вдруг вот как грунт среди ясного неба осознает, я вообще-то себя не знаю, я вообще-то не свою жизнь живу. Это причиняет огромную боль. Мне даже в моей нежной 20 с чем-то, я когда поняла, 27, 28, я была в отчаянии, как же так? То есть мне казалось, что меня обманули, или что я себя очень сильно обманула, что я вообще куда-то влезла, и я... Какое-то самопредательство или какой-то жуткий обман как будто был раскрыт, когда все, к чему я стремилась, все, что я считала действительно важным, ценным, оказалась и неважным, и неценным. Я думаю, а что тогда? И здесь начинаешь копать, а что мне тогда? И только из этого вопроса ты добираешься до вопроса, а кто я? Статьяна Владимировна согласна, подписываясь под каждым словом, но я позволю себе расширить. Каждому человеку следует задать себе три ключевых вопроса. кто я, в чем смысл моей жизни и как мне прийти к этому. Они определят как раз то, о чем говорится в цитате Татьяны Владимировны. Нет тюрьмы страшнее, чем в голове. Виктор Цой Ох, хорошо сказал Виктор Цой. Знаете, на эту тему тоже про Гавадгите мои любимые говорится. Никто иной, сам Бог Кришна говорит. Ум, который тебе подконтролен, твой лучший друг, но ум неподчиненный твоей воле твой злейший враг. Вот и все. Я не просто умные концепции набрала из воздуха или книжек, а я сама проживала и иногда все еще проживаю вот эту самую реальность, о которой говорит Виктор Цой. Нет страшнее темницы, чем твоя собственная голова, твой собственный ум. Вот ум. Голова-то она ни при чем, это всего лишь вместилище ума. Мозга, из которого... Ум и мозг это разные вещи, мозг это орган, а ум это ментальное тело, есть такое понятие. У человека есть ряд тел, есть физическое тело, ментальное тело, эмоциональное тело, астральное тело и так далее. Ментальное тело, оно формируется из всего того, что мы услышали, увидели, прочли, опять же, к Черниговской возвращаемся. Мозг не решит то, и нам надо реально фильтровать. Особенно женщина, в это говорится, она в девять раз сильнее мужчины своим психическим сознанием. Есть еще такое понятие, как психическое сознание. И девять раз женщина превосходит мужчину в этом. То есть, то, что она подумала, почувствовала, эмоционально испытала, превосходит его в девять раз мужчину. Нам очень важно следить за тем, что мы читаем, что мы слушаем, что мы вообще в себя вбираем. И вот это все определяет, насколько наш ум является больным и воспаленным, либо спокойным, размеренным, разумным и подконтрольным. Самое страшное, когда ум тебя на лопатки кладет, и он тебя имеет, а не ты его. Кстати, научный доказанный факт. У меня есть замечательный друг. это как раз один из тех ученых и людей науки, которые пришли к Богу, которые пришли к разочарованию в самой науке, потому что она конечна, а Бог бесконечен. И когда вот в одной из наших беседей, я даже его интервьюировала на камеру, он сказал, что учеными доказано, что существует вибрационная частота мозга, в котором собственно и орудует ум, понятие как ум, и частота сердца. Ну, еще и доказано, что у сердца есть свой интеллект, мы это там тоже теперь знаем. Он сказал, что частота вибрационной головного мозга 4,5 или 5,5 раз я помню, ниже, чем частота сердца. То есть мозг, ум, это орган исполнительный, а сердце орган законодательный. Если мы посмотрим не как на органа, как на центр, который запускает определенные импульсы и процессы, не просто биохимические, как органы, качает кровь, еще что-то обрабатывает, а именно такого характера, как интуиция, осмысливание и так далее, то эта штука подчиняется этой. Когда вот эта иерархия правильно установлена, пусть голова находится выше, но почему мы делаем поклоны? Вот, кстати, говорится, что в духовных практиках, в традициях мы делаем поклоны, когда совершают намаз, мы делаем поклоны, в православных храмах, таких более ортодоксальных, обязательно есть поклоны, когда мы прям челом, да, челом бить, как говорят, это же неспроста, а в индуизме абсолютно, в каждом храме, везде, как естественно, как дышать, всех кланяется, когда голова оказывается ниже сердца, а сердце над головой оказывается, то есть чем чаще мы это совершаем, тем больше мы даже как будто физиологически способствуем тому, чтобы сердце обрело свое законное положение, то есть сердце на троне законодательном, царствует сердце, исполняет тоск. Возвернем цитату Виктора Цоя, действительно, да, помним, что нет страшнее тюрьмы, чем в голове, но эту тюрьму можно превратить в цветущее царство, когда мы на трон посадим сердце. Двух вещей хочет настоящий мужчина, опасности и игры. Именно поэтому ему нужна женщина, как самая опасная игрушка. Фридрих Ницше. Какая вульгарщина. Это правда для тех, для кого это реальность, вот кто-то живет в такой реальности, для кого это еще актуально, но в моем мире я уже не знаю мужчин, которые так мыслят, и слава Богу. Но я была в мире, или есть люди, давайте уже так простым языком говорить, к сожалению или к радости есть множество мужчин, которые именно так и мыслят, именно так и действуют. Все свои достижения, все эти яхты, дома и самолеты, они вот совершают как раз ради того, чтобы вот опасность и игра имели место. И какая-нибудь такая фан-фаталь в это была вовлечена, желательно не одна, и все такое. Ну, это игры, в которые играют люди. Мне лично неинтересно, и мне неинтересны люди, которым это интересно. Вот эта мысль мужчины, который еще опирается на рептильный мозг как будто, признавая тот факт, что действительно много мужчин, которые хотят вот тех самых двух вещей опасности, игрушек, и женщины, которые как раз эти игрушки и опасности создают, я бы добавила, что включить уже сердце, высокую этику и вырасти из этих игр, в которые играют людишки, и стать человеком с большой буквы. Мудрая девушка целует, но не любит, слушает, но не верит, и уходит до того, как ее оставит. Мэрилин Монро. О, Мэрилин Монро, надо понимать, насколько тяжела была ее судьба, и насколько она была ранена и не выходила от психотерапевтов. У нее было два мощнейших психотерапевта, насколько я знаю, и она просто с ними не расставалась. И она была вся ранена. У нее было очень тяжелое детство, юность, абьюзинг, любви она не знала. То есть, это насквозь травмированная женщина. И, конечно, ее цитата обусловлена ее травмами, что вот надо поскорее, одним словом, она говорит, поскорее бежать, пока тебе не причинили боль. Я не соглашусь с этим, потому что это позиция опять же раненой птички, которая вот обожглась на молоке, дует на воду и все такое. И здесь важно разобраться, важно стать зрелой, взрослой, сильной, себе вот вернуть вот эту силу и жить полной жизнью. Если ты не любишь так, чтобы вообще скинуть все доспехи и, как вот мы уже ранее говорили, чтобы истекать охотно и радостно кровью вот от этой любви, какой вообще смысл жить? Живешь, как будто ты уже умер. Такое есть выражение. Ну, если уж разобрать по частям вот эту самую цитату Мэрилин Монро, то мудрая девушка, да, целует, но там не любит, да. Мудрая девушка прежде всего бережет свое целомудрие. Ах, если бы я об этом знала в своей юности. Конечно же, мы наслышаны о том, что, ой, девственный, и так далее. Тут даже не про девственность дело. Целомудрие. Это не про физиологические моменты, а целомудрие — это целостность в мудрости, если разобрать. Это же славянское великое слово. Немодное, к сожалению, но оно в себе несет великую силу. И вот эта целостность и мудрость в соединении, тогда, когда она себя ценит, целостность сохраняет. Из этого мудрость и сила обретаются. Есть такое мнение, что мы смогли, как страна, Советский Союз, победить фашистскую Германию благодаря целомудрию, верности, молитве женщин, которые отправили своих мужчин на фронт. Братья, мужья, отцы и так далее. И есть красивейшие, глубочайшие мифические легенды из тех же деревних Пуран, и не только, когда целомудрие жены стало источником непобедимой силы для мужа. И Мэрилин Монро, если бы она знала об этом, если бы она смогла справиться со своими травмами и собрать прежде всего себя в цельного человека, цельную женщину, тогда бы она вступала только в те отношения, в которых она хотела бы быть целомудренной, любящей, единственной женщиной для своего единственного мужчины. Но она же вступала только в отношения, где она какая-нибудь вторая, третья, пятая, седьмая, слева, или никогда не будет первой, или она вступала в отношения с теми, кого вряд ли она любила, но они могли ей что-то дать, какую-нибудь роль в кино и так далее, и так далее. Нужно еще понимать, чья цитата, не слепо брать умную цитату, еще понимать, кто это был, кто это был за человек, какую судьбу этот человек прожил, какие травмы. Одним словом, я не согласна с прекрасной, но великой Мэрилин Монро. И я скажу так, мудрая девушка, женщина, та, которая хранит и культивирует свое целомудрие. Нет, как известно, равенство в браке. Преимущество всегда на стороне того, кто меньше любит. Сергей Довлатов. Дэш Довлатов классный, тот еще циник. Применимо к жизни, применимо к тому, как живет большая часть человечества в своих отношениях, брачных, небрачных, это правда. Это правда, кто-то действительно больше любит, а кто-то себя так позволяет любить, как говорится. Но это не здоровое, это не эталонное, которому следовало бы стремиться. То есть, мы же можем согласиться на вот эту фигню и сказать, ну, есть как есть, есть как есть. А можем сказать, а что, может быть, по-другому? А разве может быть лучше? И позволить себе подумать, что может быть лучше, и посмотреть в эту сторону. А лучше может быть, потому что брак, отношения, любовь, это служение друг другу. Это определенные бескорыстные поступки, которые ты совершаешь не для того, чтобы что-то там, на то они и бескорыстные. Просто чтобы проявить свою любовь, свое служение, свою заботу и уверяю вот эту бескорыстность и когда что намерение все определяет? Мы можем себя обмануть, вернее, пытаться его обмануть, своего партнера, но себя мы уж не обманем. И есть закон намерения. Оно определяет все твои действия. Оно окрашивает все твои действия. Если намерение чисто и бескорыстно, то, соответственно, оно повлечет за собой такие же чистые бескорыстные поступки, а то и вдвое обомноженные. Здесь еще колоссально работает вот та самая работа над собой и с собой. Когда ты смотришь, да, вот такая внутренняя рефлексия, как, да, вот это self-reflection называется. Reflection — это же отражение приводится. Слово рефлексия, оно не очень понятно по-русски, но с английского, если представить, это же отражение. И вот подумать, а вот почему я так отражаюсь в моем партнере? Или почему мой партнер так отражается во мне? Мы же друг друга все время зеркали. Почему мой партнер вот так поступает? Ну, ведет себя как говно. Почему он себя так ведет? и не из сели там в себе закопаться, и если он тебя бьет, то как бы не надо сидеть и думать, а почему он меня бьет? Может, что-то какая-то во мне вина? То есть, ну, понимаете, до разумного. Вот это собственное самоисследование, именно с целью здорового самоисследования, оно может помочь себя увидеть по-другому и помочь себе же трансформировать себя не из-за него, а просто потому, что он тебе помогает увидеть себя в том же зеркало. Да, Владов, замечательный наш писатель, конечно, прав, ибо это существующая реальность, так было, есть и, наверное, будет, но я себя отношу к тем, кто не соглашается с этой реальностью, а предпочитает создавать свою, в которой отношение это не про равенство, а про танец, в котором двое, любя и заботя друг о друге, создают свою вселенную. Женщина скандал не портит, а освежает. Она скандалит и живет. Михаил Жванецкий. И славно. И Жванецкий был весельчак. Ну, я как жена итальянского мужчины скажу, что да, явно, скандал меня не портит, он меня точно освежает и придает мне дополнительного шагма. Правда, мой мужчина дал мне ряд смешных званий на этот счет. Кричина беспричина, истерическая жена, там еще какие-то. И он выработал способ как привести меня в чувства или как излечить меня, как излечить меня от приступа истерии или истерики или скандала. Он побегает и начинает много-много-много часто-часто-часто меня целовать-целовать-целовать-целовать-целовать уже как бы все. Ну, вот, не знаю, я считаю, что если ты искренне как бы покричать, пустить свой голос на свободу, почему бы нет? Мне очень импонируют вот эти вот итальянские, такие вот очень эмоциональные. Чем чаще, ярче эмоциональнее они выражаются, тем здоровее отношения, я считаю. Нет ничего страшнее умалчиваемых вот этих вот, знаете, вот идеальных отношений. Жуткое дело. Просто отвратительно. Там, знаете, вот тихо что-то гниет, там все покрывается плесенью и вот такой вот тухлой-тухлой водой. А истерика и вот эти вот, знаете, это движ Париж, как говорят. И пока вот этот движ есть, там такая бурлящая живая вода, свежая такая, ключ, ручьем, ключом бьет, не знаю. Вот в этой связи большая и общая боль российско-советских женщин в том, что нам запрещали всякое подобное проявление. Просто это национально, да? Нельзя, некрасиво. И после таких проявлений, что неизбежно для женщины, как эмоционального существа, мы себя чувствуем очень виноватыми, да? Много стыда, вины и сожаления об этом. Это вредоносно и для здоровья, для тех же отношений. Поэтому к этому должны быть здоровые отношения. Ну, что, поскандаливай, нормально, обнялись и классным сексом позанимались, и доброе утро. Вот, вот так бы. Что? Зачем все усложнять? Быть ярко, сочно и красочно. С Михаилом Замечательным Желанецким я, конечно же, соглашаюсь. Женщину скандал не портит, а женщину скандал освежает, она скандалит и цветет. И здоровеет, кстати, и молодеет. Я в большом восхищении от всех подобранных цитат. Ежемей было очень интересно отвечать и расшифровывать, не знаю, да просто размышлять на эти прекрасные цитаты, особенно первая часть такая глубокая, о Боге, о мышлении. То есть, это то, на тему, чего мне бесконечно нравится размышлять и беседовать с близкими мне людьми. Поэтому я благодарю вас, это было интересно. Итак, цитата, с которой я меньше всего согласна это все-таки Ницше, про то, какие бывают мужчины, что у них только два интереса, это опасность и игра, что-то такое. И одна цитата, вернее, она не одна, но одна из самых для меня ярких или вызвавших какой-то внутренний трепет, это, конечно же, Цицерон и цитата про то, что Бог существует, и я сомневаюсь вообще в наличии рассудка у того, кто отрицает этот факт. И я, Рамхан, захотела бы обняться, с Роной сказать, спасибо тебе. Браво. Журнал «Начало» всегда можно приобрести на маркетплейсах «Озон», «Вайлберес» и «Сбер Мегамаркет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова